Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня среда, 15 апреля, и вы смотрите седьмой выпуск программы Утренний Соловей. Начну с просьбы, с которой ко мне обратилась очень милая дама. Она попросила напомнить меня всем мужчинам и мужьям, что время самоизоляции, вынужденной самоизоляции, прекрасно подходит для того, чтобы наконец-то начать мыть дома посуду и научиться готовить хотя бы яичницу. Я всецело присоединяясь к этому доброму совету, от себя хочу добавить, что мытье посуды надо рассматривать как способ медитации. Эти журчащие струйки, которые успокаивают нас, отвлекают от заботы повседневной реальности. Я, кстати, сам дома обычно мою посуду чаще, чем другие мои домочадцы. А что касается готовки, ну хотя бы яичницы, или как раз именно яичницы, то обращая ваше внимание на то, что готовя яичницу, вы фактически совершаете молитву солнцу. Посмотрите, как глазки похожи на солнце, и тем самым вы призываете солнце. А нам очень бы сейчас не помешала солнечная, теплая, даже жаркая погода, потому что она в состоянии уничтожить коронавирус. Это было бы очень ценно. Центральная тема моего сегодняшнего выступления следующая. Как нам наконец перестать спорить друг с другом и из-за этих споров перестать портить отношения? Что я имею ввиду? Давайте я опишу типичную ситуацию, в которой мы все с вами время от времени и даже чаще, чем хотелось бы, оказываемся. Во время дискуссии или спора, или обмена мнениями дружеского. Оффлайн или онлайн это сейчас не имеет значения, мы с вами высказываем какое-то мнение насчет чего-то, какого-то предмета. Причем это мнение нам с вами кажется самоочевидным, естественным, собой разумеющимся. И вдруг с удивлением мы обнаруживаем, что наше самоочевидное мнение, которое мы воспринимали с вами как истину, для наших собеседников или собеседника таковым вовсе не является. Оно не встречает понимания. Более того, оно встречает, говоря языком одного романа, яростный или вялый отлуп. Очень часто яростный отлуп. Что мы с вами начинаем делать? Мы с вами начинаем, ну пока еще не горячиться, но волноваться. Мы начинаем приводить аргумент за аргументом. Или говоря языком онлайн-коммуникации, пруфы, пруфы, давайте пруфы. Мы с вами начинаем приводить пруфы. Благо за пруфами сейчас далеко ходить не надо. Даже крайне необразованному человеку достаточно заглянуть в википедию. Мы приводим пруфы, пруфы ставятся под сомнение. От нас требуется новых пруфов. Мы начинаем закипать. Дискуссия заканчивается ничем. Обе стороны или несколько сторон, которые участвовали, разобижены, расходятся во своясь. Хорошо, если напоследок еще не обменялись оскорблениями. Ситуация типична, не правда ли? Теперь давайте поймем, почему такие ситуации возникают и не могут не возникать. Возникают они по той простой причине, что мы с вами не понимаем основы человеческой психики. В данном случае важно следующее обстоятельство. Люди воспринимают свою точку зрения на тот или иной предмет как нечто, что является продолжением собственной идентичности, то есть как часть само себя. Особенно важно это применительно к тем вопросам, которые люди считают для себя ценными по тем или иным причинам. Это могут быть вопросы, касающиеся, допустим, финансово-материальных отношений. Но здесь понятна наша заинтересованность. Но дело в том, что могут быть не только материальные, но и так называемые идеальные интересы. Когда мы следуем той или иной точке зрения, не получая от этого на самом деле никакой материальной выгоды, кроме некого психического самоудовлетворения или морального самоудовлетворения, если хотите. Это, как правило, вопросы, касающиеся политики, идеологии, отношения к религии. Очень часто в современном мире, особенно среди молодых людей, это гендерная проблематика. Причем, давайте на примере. Вы плохо относитесь к нынешней власти, а ваши родители к ней относятся хорошо. Вот вам, пожалуйста, пример дискуссии, которая неизбежно вызывает напряженность и портит отношения. Причем обратите внимание, что перечень вопросов, вызывающих напряжение и портящих отношения, он контекстуален, то есть он может зависеть от ситуации. Вот сейчас один из предметов, предметов горячих споров, это отношение к пандемии коронавируса. Кто-то говорит, что это выдумка, мистификация, кто-то, как я, относится к этому вполне серьезно. Все мы превратились из политологов в вирусологов, идут дискуссии яростные, люди друг на друга обижаются, приводят пруфы, оскорбляют, я бы сказал, на площадную брань переходят. А теперь давайте вспомним 4 месяца назад, 5 месяцев назад, нас бы эта тема хоть как-то задела или нет? Что такое вирусы? Что такое пандемия? Каковы критерии пандемии? Задела бы или нет? Нет, конечно, не задела. Посмотрите, изменилась ситуация и появились новые вопросы, которые сейчас способны вызвать дискуссию. А помните, что вызывало дискуссию 5 или 6 месяцев тому назад? Ну пусть 8. Не помните, нет? Отношения к тому, есть глобальное потепление или нет? Помните Грета Тунберг? Или уже забыли о ней? Вот тогда тот вопрос находился в повестке дня, и из-за него ломались копья и портились отношения. Понятно, что меняется контекст, меняются вопросы, которые вызывают напряжение. Хотя это не всегда есть вопросы, которые всегда разделяют людей. Соответственно, если мы воспринимаем отношения к той или иной проблеме как часть собственной идентичности, как продолжение самоё себя, то как мы воспринимаем критику этих взглядов? Как критику самоё себя, как умоление нашей собственной идентичности. Готовы ли мы с вами отказаться от части самих себя? Конечно же не готовы. Конечно же. А как быть вот с аргументами? Нам кажется, что мы способны привести гору аргументов. Я хочу вам сказать, что эта гора аргументов не имеет абсолютно никакого значения в дискуссии, к великому нашему сожалению. Гора аргументов приводит лишь к следующему результату. Человек, который слышит эту гору аргументов, которого, как нам кажется, мы логично атакуем, логично, пока ещё в ней эмоционально, логично и аргументированно, он начинает наоборот укореняться в своём мнении. Обратите внимание, чем сильнее вы давите, чем больше аргументов вы приводите, тем менее продуктивной оказывается дискуссия. Человек укореняется в своём мнении, уходит в глухую оборону, это в лучшем случае, или начинает вас оскорблять, но вы его не приубедили. Я сразу хочу вам сказать, что исследования показывают, что никогда ещё информированность и приведение фактов не были способны изменить точку зрения. Ну, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев. Бывают исключения, но это именно исключения из правил. Соответственно, мы должны с вами решить, как нам в такой ситуации себя вести. Это типическая ситуация, не правда ли? Значит, я могу предложить несколько шагов, которыми я сам пользуюсь, и, к сожалению, я слишком поздно пришёл к пониманию алгоритма отношения к таким дискуссиям. Если бы я пришёл раньше, я бы, наверное, сохранил хорошее отношение со множеством достойных людей. Значит, пункт первый. Нам надо признать неотъемлемое право людей на собственное мнение и даже на ошибку. Подчёркиваю, право не только на собственное мнение, но и право на ошибку. Это неотъемлемое человеческое право. Но давайте тогда и себя не исключать из этого ряда. Давайте признаем, ну, может быть, не публично, конечно, вслух мы ещё не готовы это сделать, но признаем сами для себя, что мы с вами тоже можем совершать ошибки. Это первый пункт. Второй пункт. Давайте по мере сил воздерживаться от дискуссий, которые вызывают очень острые эмоциональные отношения. Вы, в принципе, исходя из общения с людьми, знаете уже, какие темы лучше обходить. Обходить стороной — это вот как минное поле. Оно огорожено и написано. Внимание, ахтунгменен, да? Давайте на это поле не заходить. Третий пункт. Давайте не будем пытаться переделывать людей так, как нам это было бы удобно. Удобно именно нам, а не им, обращаю ваше внимание. Единственное, что мы сможем попытаться сделать, это пробудить в людях вкус к размышлению, вкус и тягу к размышлению. Или говоря словами одной японской поговорки, я слегка перефразирую, если вы хотите иметь красивый пруд у себя во дворе, то вам надо начать с того, чтобы выкопать яму. А вот уже наполнится пруд водой или нет, это зависит от обстоятельств. В данном случае от дождей, а в нашем случае от того, появится ли у человека самого внутренний импульс к размышлениям и критической рефлексии. И наконец, четвертый пункт, это буквально по Лао Цзэ, великому китайскому мудрецу, нам надо всем внутри себя оставлять хотя бы немного пустоты для того, чтобы принять другое мнение. Обратите внимание, принять это не означает его разделить или согласиться. Просто принять это мнение, как имеющее право на существование. И наконец, моя литературная часть. Вы знаете, исходя из моего вкуса к античности, что я обычно читаю философа Вантикова или что-то связанное, но в этот раз я сделаю исключение. Объясню, почему я сделаю это исключение. У меня была небольшая переписка с семьей из Калининграда. Это женщина, 50 лет, Людмила Дубенко, она инвалид детства, ДЦП, у нее первая группа инвалидности. И ее мама, мама-учитель. И Людмила, точнее ее мама, Вера Васильевна, прислала несколько стихотворений Людмилы. Она прислала их не для того, чтобы я их опубликовал, не для того, чтобы я попросил о помощи. Ничего подобного не было и в памяти. Они просто высказывали мнение о моей передаче. Но я подумал, что будет очень правильно, если я зачитаю хотя бы часть этого стихотворения. Это очень безыскусные, но абсолютно искренние строки. Я думаю, что это будет очень приятно Людмиле, и это будет важно услышать и всем нам. Вот, пожалуйста. Называется стихотворение друзьям. Друзья мои, милые сердцу, Надежные, словно родня, Сколько уж раз в этой жизни Они выручали меня. Сколько же добрых улыбок С любовью подарено мне. Мне не забыть вашей дружбы, Не очерствить душой. Боюсь не успеть за жизнь Я Вам всем отплатить добру. Забудем все наши споры, Обиды все на потом. Ей-богу, тогда, надеюсь, Нам кризисы все не страшны. Тогда мы сильнее намного, Богаты мы или бедны. И нам не страшны катаклизмы, Разлуки и жизни бой. Когда есть возможность услышать, Не бойся, мы рядом с тобой. Тогда, как в далеком детстве, Готовы поверить вновь. В людей, в их открытое сердце, В котором живет любовь. Поэтому нет на свете дороже Вот этих людей, Моих дорогих, Любимых, Надежных и добрых друзей. Пожалуйста, помните, Что мы с вами живы и здоровы. Значит, у нас все Совсем-совсем неплохо. И у нас есть надежда На лучшее будущее. Спасибо Вам большое за то, Что вы были со мной. А я остаюсь с вами. Берегите своих родных и близких. До новых встреч. А тех, кто заинтересуется Возможностью поучаствовать в моей онлайн-лекции, Которые будут 30 апреля в 20.00. Описание, ссылку на лекцию Вы можете найти в описании к ролику. Спасибо Вам всем еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok